Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божие. Мы продолжаем с вами исследование книги Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 27 главу. Продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал, «Жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою. Что доколе еще дыхание мое во мне и Дух Божий в ноздрях моих? Не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи». Такие слова Иов говорит в ответ Вилдаду, как мы с вами видели, исследуя 25 главу, когда Вилдад обвинял Иова в том, что он не верит в промысел Божий. Иов и в 26 главе, и в 27 главе продолжает говорить о том, что Господь, Он Вседержитель, что Бог жив, и что Он верит в Бога живого. Говорит так, «Дух Божий в ноздрях моих, и не скажут уста мои неправду, и язык мой не произнесет лжи». Святитель Григорий двоих слов, толкуя эти тексты Священного Писания, говорит об опасности лжи. В особенности говорит о лжи преднамеренной. Вот как он пишет. «Иногда замыслить ложь хуже, чем ее сказать, потому что по большей части произносится она от безудержности, а вот замышляется в силу осознанной порочности. И кто не знает, насколько велика дистанция при развлечении такого греха между лгущим неосознанно и лгущим осознанно. Но муж праведный, дабы приближаться к истине, не станет лгать, ни случайно, ни намеренно». Так пишет. Далее мы с вами читаем 5 и 7 стихи. «Далеко, говорит Иов, как мы прочитали 5, «Далеко я от того, чтобы признать вас справедливыми, доколе не умру, не уступлю непорочности моей, крепко держал я правду мою и не опущу ее, не укорит меня сердце мое во все дни мои, враг мой будет как нечестивец и восстающий на меня как беззаконник». Преподобный Ефрем Сирин спишет по этому поводу, цитата. «Доколе не умру, — говорит Иов, — не уступлю непорочности моей. Это значит, я не сдамся, стойкость и решимость моей души не отступят, и я терпеливо и мужественно буду нести свои несчастья». Конец цитаты. Видим, что Иов действительно так и говорит, «восстающий на меня как беззаконник». Мы помним с вами, что в Священном Писании Ветхого Завета и Иов здесь прообраз Христа, а в Священном Писании Ветхого Завета идет водитель ко Христу. Поэтому здесь вспоминаются слова, даже в своем словосочетании и в своем звучании. Мы помним, что когда Господь Иисус Христос совершал тайную вечерю, он говорил, что «подняли пету на меня, и тот, кто обмакнул со мною хлеб, тот предаст меня». Так и здесь мы видим вот эти слова, они очень созвучны. «Крепко держал я правду, но враг мой будет как нечестивец и восстающий на меня как беззаконник». Итак, здесь заявление о невиновности в устах Иова. Он говорит как бы так, «Не укорит меня сердце мое во все дни мои, то есть нет у Иова внутри возмущения, и совесть его не укоряет его за какой-нибудь постыдный поступок, который он бы совершил». В Новом Завете в послании апостола и евангелиста Иоанна Богослова в первом его послании, 3 глава, 20 стих, есть такие слова. «Если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». Часто мы себе задаемся вопросом, как поступить в той или иной ситуации. Здесь необходимо прислушиваться к себе. Если мы, например, как говорит апостол Иоанн Богослов, если мы видим, что совесть наша, сердце наше осуждает нас, что делать нам или то не делать, а мы помним, что сердце и совесть человеческая — это внутренний закон Божий, естественный закон, который вложен по определению авдорофея внутрь человека при створении. Поэтому, поступая в той или иной ситуации, иногда человек говорит, «Вот подавать милость или не подавать?» Делать это дело или не делать? А как то? А как это?» Начинает рассуждать. Конечно, вспоминаем тексты Священного Писания, вспоминаем те или иные истории Святоотеческого наследия, как там поступали, когда складывалась такая ситуация. Но есть еще то, на что обращает внимание Иоанн Богослов. «Если сердце осуждает вас, то коль ми паче Бог». Потому что Бог знает все. 27 глава, 8-23 стихи. Иов осуждает беззаконие. Вот 8-10 стих. Так Иов и говорит. «Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторгнет Бог душу его? Услышит ли Бог вопль его, когда придет на него беда? Будет ли он утешаться вседержителем и призывать Бога во всякое время?» Действительно, лицемерие — это страшный грех, который погубил фарисеев. Внешне они казались хорошими, внутренне были исполнены всякой мертвости. Поэтому Иов так и говорит. Есть ли надежда у лицемера? Конечно, нет. Лицемерие, свидетель Григорий Палама пишет так. «Лицемерие рождается от самомнения, которое противно нищете духовной». Заметите, какое краткое высказывание. Сидите, Григорий так и говорит, что откуда берется лицемерие? Рождается от самомнения, которое, откуда берется самомнение, и чему оно противно? Противно нищете духовной. То есть, когда человек не обращает внимания на первую заповедь блаженства, где сказано «блаженный нищий духом, ибо их есть Царствие Небесное». Я уже как-то говорил и снова повторю, что такое нищета духовная? Это видение самого себя, что без Бога я нищий. И когда человек видит, что без Бога он потерянный, то тот, кто видит себя потерянным, тот начинает поиск. Этот поиск начинается с чего? С плача. Я вот уже как-то говорил, когда если ребенок потеряется где-нибудь, мы видим, что он начинает плакать. Потому что он видит, что без родителей он не состоятельный, он не знает, куда идти, что ему делать. А родитель его правильно ведет, куда ему нужно идти или ехать. Поэтому начинается плач. Следующий заповедь так и звучит. «Блаженный плачущий». Когда он, конечно, встретится со своим родителем, видя свою нищету, следующий заповедь звучит «Блаженный кроткий». Сразу затихает, да, палец в рот там, когда на руки к маме сядет, и все спокойно. После этого плача и кротости рождается что по заповедям блаженства? Рождается следующее. Рождается искание правды. Человек начинает искать правды. Дальше милости. Дальше он обретает чистоту сердца. Блаженно чистые сердца. Поэтому лицемерие — это такое опасное состояние, которое приводит человека к самомнению. Далее, да, вот это самомнение, это очень такая модная сегодня действительно, уже такая тенденция. Все люди мнят о себе, думают о том, что их мнение иногда выше ставит свое мнение, особенно в богословии, очень опасное состояние, приводит к лицемерию. Когда люди думают о том, что их мнение выше, нежели определение церковных соборов или отцов церкви. Надо быть очень осторожными. Это как раз то состояние неисполнения первой заповеди, это невидение своего греха, ослепление самого себя, которое приводит к самомнению. И результат лицемерия. Аюв говорит, что у такого человека нет никакой надежды. Надежды на вечность. 27 глава, 11-13 стих. «Возвещу вам, что в руке Божией, что у Вседержителя не скрою. Вот все вы и сами видели, все вы сами видели, и для чего вы столько пустословите. Вот доля человеку беззаконному от Бога и наследие, какое получают у Вседержителя притеснители». Действительно, здесь Иов говорит о пустословии. То есть все, что говорили ему ранее друзья, мы видели, что они старались убедить Иова. В чем? В том, что Иов говорит, что если он человек богатый, значит, к нему благоволит Бог. А если человек бедный, значит, Бог к нему благоволит. Они старались в этом убедить Иова. Но мы видели, что все их аргументы были несостоятельны. Иов на них уже ответил. И здесь он говорит, что это все пустословие. Пустословие. Преподобный Ефрем Сирин пишет так, цитата, «Кто от себя сложил ложь, тот предается празднословию, потому что пересказывал, что не было сделано и чего не видал». О чем здесь преподобный говорит? Он говорит, кто от лжи отрекся, не забудь еще исповедоваться в пустословии, потому что то, что ты говорил раньше, «Это была ложь». А раз это была ложь, в этой лжи еще и было пустословие, потому что это были пустые слова, ни на чем не основанные. Преподобный Ава Еваргий пишет, очень интересный дает совет, «Лучше спать, чем проводить время в пустословии». Говорит, лучше спать, чем проводить время в пустословии. Сидит Леан Златоуст пишет так, «Вместо слов, произнесенных безрассудно, будем произносить молитвы». Нилсинайский преподобный, «Неумеренная говорливость предает во власть демонам печали и гнева». Вот, какое короткое выражение. «Неумеренная говорливость предает во власть демонам печали и гнева». Поэтому не будем удивляться, когда мы наболтались, что называется, не остановить ни о чем, только бы лишь бы о чем. Потом, почему у нас печаль, то есть уныние, откуда у нас гнев, на всех мы начинаем кидаться и бросаться, от пустословия. Преподобный Нилсинайский, да, между прочим, не просто изучающий священное писание, а читающий его своей жизнью. Это пустынник, да, известный своими подвигами. Интересно, есть в житейной литературе такая история, что однажды братья из скита вошли на корабль, чтобы отправиться к авиаи Антонию. Здесь они встретили незнакомого им старца, который плыл в ту же сторону. Братья в беседу между собой говорили об изречении отцев и из писания, также и о своих рукоделиях. Старец все молчал. Выйдя на пристань, они узнали, что и он также идет к авиаи Антонию. Когда пришли они к авиаи Антонию, он сказал, добрых братьев ты нашел, Авва. Они хороши, ответил старец, но у них двор не имеет ворот. Кто хочет, проходит к стойлу и отвязывает осла. Это сказал он потому, что они говорили все, что не приходило им на ум. Конец цитаты. Интересно. Мы видим из этой житейной литературы, что они говорили, в общем-то, из изречения отцов и из писания. Но так же добавляется, так же говорили о своих рукоделиях. Все это у них было в перемешку. Поэтому старица говорит, что у них двор без ворот. То есть они не умеют заграждать уста свои. Но смотрите, как замечает в конце, что они говорили все то, что им приходило на ум. Очень важно, особенно для нашего современного мира мира и современной поговорки. Иногда люди говорят, я говорю, что думаю. И неправильно. Не надо говорить все, что ты думаешь. И не надо нам этого делать. Надо сначала думать, а потом говорить. Это плохое качество. Все, что ты думаешь, что я говорю. Люди считают, это за какую-то добродетель, за какую-то открытость своей души и прочее. Нет. Это называется пустословие. Сначала подумай, потом скажи. И вообще вот это золотое правило. Не говори всегда, что знаешь, но знай всегда, что говоришь. И далее 27 глава 14, 15 стих. «Если умножают сыновья его, то под меч и потоками его не насытятся хлебом. Оставшихся по нем смерть не зайдет во гроб, и вдовы их не будут плакать». То есть закланием он называет «гибель от врагов, а смерть, смертью внезапную, преждевременную кончину таких людей, которые лгут, лицемерят и пустословят». Видим, что три такие порока приводит Иов. Ложь, лицемерие и пустословие. Так и говорит, что эти люди погибают от врагов, а смертью внезапную, преждевременную, говорит о преждевременной кончине. Поэтому такое вот наставление. 16-18 стих. Звучит так слова Иова. «Если он наберет кучи серебра, как праха, и наготовит одежд, как брени, то он наготовит, а одеваться будет праведник, и серебро получит себе на долю беспорочной. Он строит, как моль, дом свой, и, как сторож, делает себе шалаш». Среди Григорий двоих слов видит в этих словах указания и на Господа, Спасителя Иисуса Христа. Он говорит, что серебро обычно понимается как чистота Священного Писания. «Как сказано в одном месте, речения Господа – речения чистое, серебро, испытанное огнем. Но поскольку некоторые жаждут Слово Божие не внутри иметь, чтобы воплощать его, а снаружи, чтобы выставлять на показ, то и говорится через пророка «Рассеяны все, облачившиеся в серебро». Видите? Говорит о том, что очень хорошо для всех проповедников Слово Божие. Не только нужно Слово Божие иметь и внешне, только говорить о нем, но нужно еще и внутрь себя проверять себя Словом Божиим. Как сказано, «Слово есть светильник ноге моей». То есть слово – это светильник души, светильник ума, светильник чувства и воли. Поэтому очень необходимо, я бы сказал, проверять и себя, не только говоря внешне, но и проверять внутреннее состояние. Потому что Григорий Двоеслов так и говорит, что поскольку некоторые жаждут Слово Божие не внутри иметь, видите, чтобы воплощать его, а снаружи, чтобы выставлять на показ, то есть такое в хвостовстве. Обличает. Далее говорит, «То есть те, которые Словом Божиим наполняют себя не для внутреннего обновления, но облачают себя им для внешнего эффекта». Вот это, пожалуй, очень метко сказано Григорием Двоесловом. Сегодня у нас чего только какие-то обороты, речи некоторые богословствующие не употребляют, дабы удивить народ, как-то шокировать. Я не знаю точно, как называются эти все слова, которые звучат в интернете, что говорят о том, что хайп или что-то такое в этом роде, то есть хайповые, лишь бы себя как-то отрекламировать. Точнее, опасно. Одно дело — обличение, да, которое правильно, а другое дело — это делать ради имиджа. Вот, наверное, это слово более подходящее. Здесь Григорий Двоеслов видит это в словах Иова Многострадального, который так и говорит, что то есть те, которые Словом Божиим наполняют себя не для внутреннего обновления, но облачают себя им для внешнего эффекта. Видите? И далее продолжает. Потому их серебро, то есть речи, тут он и касается еретиков, потому что от пустословия, я думаю, ересь точно не избежать. Потому их серебро, то есть речи еретиков, сравниваются с прахом, что если они что-то и знают из Священного Писания, так пользуются этим для снискания земной похвалы. И наготовят одежд, как брение, потому что небрежно и порочно находят свидетельство Священного Писания для того, чтобы защитить себя. Приготовит серебро он, а влачится в него праведник, потому что муж исполненный правой веры, который святым вменяется в праведность, пользуясь тем же самым свидетельством Священного Писания, которое собирает еретик, и которым уловляется упрямство его заблуждения. Мы помним три искушения Христа из этих слов, как и дьявол использовал текст Священного Писания для того, чтобы искусить Господа и Спасителя Иисуса Христа. Поэтому знающий Священное Писание не означает, что этот человек праведный. Знание, как сказано, надмивает, а любовь назидает. Что означают эти слова? Слова означают то, что просто так знание поверхностное, без любви к Богу и человеку, оно не дает, не приносит никому никакой пользы. Вот как, например, свидетель Николай Японский, великий миссионер, простите, Японии, тысячи крещённых, 33 тысячи, сколько-то там, 17 человек, по-моему, точно не помню, но большое количество, огромное павство, школы, семинария была устроена в Японии. Он так и говорил, прежде чем проповедовать этим людям, сначала их полюби, а потом проповедуй. 27 глава, 19-23 стих. Ложится спать богач, и таким не встаёт, открывает глаза свои, и он уже не тот. Как воды постигнут его ужасы, в ночи похитит его буря, под ним-то его восточный ветер и понесёт, и он быстро побежит от него, устремится на него и не пощадит, как бы он не силился убежать от руки его. Всплеснут о нём руками и посвищут над ним с места его. Ложится спать богачом, и таким не встаёт, открывает глаза свои, и он уже не тот. Как воды постигнут его ужасы, в ночи похитит его буря, под ним-то его восточный ветер и понесёт, и он быстро побежит от него, устремится на него и не пощадит, как бы он не силился убежать от руки его. И заканчивается так, всплеснут о нём руками и посвищут над ним с места его. Действительно, как есть притча в Евангелии о богаче, который собирал себе, собирал множество богатства, и Господь ему так и говорит, безумный, безумный. В эту ночь придёт Господь, ангел Божий, и душу твою восхитит. «Кому достанется всё, что собрал ты?» И Иов здесь, мы видели уже его взгляд в вечности на Спасителя, в 19 главе он так и говорил, «Я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восстановит плоть мою, душу мою, глаза мои узрят его, не глаза чужого». Это взгляд в вечность. Поэтому он так и говорит, «Всё, что ты богач здесь собираешь, и отвечает своим друзьям, встанет богач, вот он собирал, проснётся, а он уже не тот, или богатство отнимется, или душа уже не там, она уже восхищена, всплеснёт, говорит, руками, и другие всплеснут руками, где он, что всё это собирал, кому это всё досталось». В связи с Григорием, Григорий Довислов так и пишет, цитата, «Словно вихрь похитит его с места его, место нечестивого наслаждения, приходящей жизнью и похоти плоти». Итак, всякий человек словно вихрем поднят будет с места своего, когда в последний день устрашённый, он будет оторван от всех своих наслаждений». Действительно, как мы и читаем в Евангелии, как и сказано, «один берётся, другой оставляются, двое будет на поле, один возьмётся, другой оставится, двое будет на постели, один возьмётся, другой оставится». Что же нам надо оставить, чтобы не остаться без того, к чему мы стремимся всей своей жизнью, как христиане, без вечности, в Господе и Спасителе Иисусе Христе? Нужно оставить ложь, пустословие, то, о чём говорил Иов выше, лицемерие и не надеяться на богатство. А так Господь, как нам и заповедал, что ищите прежде Царствие Божие, а всё остальное приложится вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова